Олег Васильевич, разъясните на вебинаре людям, почему яблоки и груши из магазина не вкусные. Ну, незрелую снимают это раз. Хотя в магазинах всегда сорта отборные. Так. Второе. Какие бы они ни были, прекрасно выглядят, но, как правило, выбираются для выращивания, транспортировки и продажи зимние сорта. И всё-таки в зимних сортах процент кислоты больше. Мало того, что невызревшая, там уже кислоты больше, она должна была срабатываться по мере созревания. Уже кислоты больше. А ещё сорвали не с еду, они ещё сорвали её. Раз сорвали её не спел, раз. Вот. Дальше она должна быть зимняя, ей надо несколько месяцев лежать, два. Дальше идёт обработка, сделать её грушей живой, она портится всё равно. И вот. А она всё равно портится. Значит. И в результате получается, что их подвергают дополнительной обработке. После этого они перестают портится. Почему? А чем портится-то? Они уже, это... Ну, то есть, они уже не портятся, но, тем более, есть их невозможно. Вот это вот, как она была невкусная, в процессе дозревания, лёжки в погребах, в холодильниках, они становятся вкуснее, вкуснее, вкуснее. И задача, пока она вкусная, но ещё не сгнилёт, продать. А уж когда её обработали ботоксом, ещё чем-то, а теперь всё равно. Навсегда законсервирована мне кислота. То есть, да, она дозревать уже не будет. Вот я коротко вам разъяснил, в чём проблема. Так, ещё раз. Дело в том, что если бы ко мне не ссували бы эти подлинненькие, как это называется, рекламу, я бы вот так не делал бы. Это ж я прям сфотографировал у себя с этого, с компьютера. Вот. Весна 23-го, предзаказ. Покупай, плати потом. Пожалуйста. Вот. Опять торговля воздухом. Колновидных дел. Я говорю, ну почему нельзя в школьном учебнике или хотя бы открытый урок? Почему нельзя? Скажут, что празднов всегда знали. Если нет, все знают, дети взрослые, все знали, что нет колновидных деревьев на планете вообще, что никогда центральный штамп, центральный проводник, кроме одного-двух лет, никогда плодить не будет. И тот их плодит только потому, что он, эта боковая почка, которая была вживлена в центральный проводник, насильно выпрямлена и росла, вынужденная вертикально, на самом деле она боковая и на год-два покрывается плодами. А потом опять как голая коленка вот такая, вот все, извините, приехали. Вот. А об этом никто не знает. И вот эта вот подлая вещь творится, и вот новый рекордсмен по подлости. Рекордсмен из рекордсменов. Я внизу покажу одно письмо, и вы поймете, почему я вынужден был рассказать еще раз. Несколько лет назад я рассказал об этом. Поменялось только название. Только название. Вот. Вот. А сколько лет прошло, а реклама-то идет. А реклама интересная. Я заметил, что у меня нет рекламы нигде на этих. За нее надо много платить. Чтобы реклама каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Вот. Понимаете? А я вам потом покажу фотографии двадцатого года. То есть три года уже, как минимум. Так. Вот. Это огромные деньги были потрачены на рекламу. И при этом фирма не разорилась. Мол, в стране дураков нет. А концов полно. Значит, еще и прибыль имеют. Вот. Итак. Я попинаю. Извините. Почему? Потому что я обращаю внимание. Вот. Я всегда смотрю шире, ширше. Видите? Вот это. Вот. Сейчас объясню. Для начала я скажу. Вы видите нарисованную. Подчеркиваю. На-ре-со-ва-но-е. Саженец в горшке черешни. Так. Вы видите урожай спелый, круглый, круглый. И вот целый ящик черешни. Вот. Возможно, вы не обращали внимания. Знаете, в чем подлость все сказать? Они мне, Железову, прислали эту рекламу. Купите. Мне, Железову. Единственной в стране, кто болится с наглостью, подлостью, с завиранием. Вы представляете? Мне прислали. Вы не верите? Кто-то скажет потом в комментариях. А вы докажите. Я вам покажу это письмо у меня на это самое. На моем почтном ящике. Вот. Что я не вру. Что мне прислали. Дальше смотрим. Увидели, что черешни можно вырастить в горшке. Теперь вернемся в сроках. Смотрите, какие эти получаются красивые вещи. Вот. Да. Я чуть не отвлекся. Дело в том, что это проскочило наоборот. Вот эта фотография колновидных. И вот эта колновидных. Вот. И что они делают? Вы обратите внимание на эти страшные цифры. Обратили? Вот. Я клянусь Богом, что я уверен на 100%. Все до единого рисунки нарисованы. Я железу. Все нарисованы. Вот. Ну а фотографии. Сцены вы видели. Теперь возвращаем. Идем про мини деревья. Гибридные. Якобы гибридные. Обратите внимание, о чем речь идет. Лимон. Черешное. Вы знаете, что такое черешное дерево? Господи. Если вы знали, какой это гигант. Помню. 15-метровое дерево у Боднера. Пока оно не спилил. Основание вот такое. 15 метров. Представь себе горшки 5-литрового. Да? Представь. Мандарин. Груша. Груша второй гигант. Видели? У меня 10-метровая груша. По 30-40 метров. Вот. Ну, кажется. Ну, почему нет? Там ведро груш. Можно на балконе или там на подоконнике. Снимание. Я не могу иначе. Без этого-то. Итак. Не требует большого количества грунта. Высокая плодовительность. До 20 плодов каждый месяц. Ну, я подумал, средние 20 таких плодов. Да? Сейчас скажу. Так. Воды. Воды. Ну, все-таки это еще килограмм их идет, да? Вот. Лучше устойчив. Ну, тут еще лапша. Растет на зимнем солнце. 5 минут в день на уход. Это ладно? Понятно. 16 килограмм, да? Уже 16. Только сейчас было 20 плодов. А у них уже, получается, каждый плод, это, извините, под килограмм, да? Окупается за 2 месяца. То есть, получается, если вы семечко купили, через 2 месяца у вас уже, вы прибыль имеете. То есть, вы уже ели-еле-еле, а еще и плюсы оказались. Вот. Вот. Дальше. Еще не все. Вы сейчас будут падать. Падать будете сейчас. Почему? Многие из вас на это внимание не обращают. Ну, опять там эти. Вот они нарисованы. Вишня, гранат, бруша. Так. Черешня, лимон. Все нарисовано. И это не все. Я прикалываю. Потому что речь сейчас пойдет о дикой, страстной невежественности всей нашей страны. Вот. Мы скрываем, высеваем семян. Заметьте, 168 рублей, кажется. Ну, то есть, 2 бутылки от этого, дерьмового пива. Собираемые. Собираемые. Семечка посадил через 3 месяца. И ведь это на полном серьезе. Там уже должно быть это. То есть, можно не сразу их по тюрьму садить. Они же людей обирают. А для начала, там, приехало телевидение и все. Ну, показывайте ваши горшочки. Вот эти вот. Покажите. Поняли? Что было бы. А потом уже тюрьма. То есть, наручники и все. Вот. Через 3 месяца. Да. И вот 3 месяца, 3 года назад. Заметьте. Дата. Это почти 3 года назад. В то время, когда появился Экодар. Это уже фирма, так сказать, как это называется. Которая мимикрировала. Вот. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Домашний фирмёр. А раньше называлась Экодар. Когда я набрал Экодар. Вот. А там была такая вещь сейчас действительно. Смотрите внимание. Помните 3 года назад. Я же 5 лет провожу Экодар. Я показывал эту фотографию. Моя физиономия. Случайно не может быть. Один из миллионов. Мог оказаться именно я. Один из миллионов. Ну, допустим. Взяли в интернете первую фотографию. Назвали меня Самойлом. 64 года. Вот. И написали, что я купил у них фруктовое дерево. Ну, уже можно было подавать в суд. Ведь я же Железов. Меня же практически это самое. Унизили. Опустили. Извините. Оттрахали. Так получилось. Уже тогда можно было в суд подавать. Ну, я поиздевался над ними. Уже после этого появилась другая. А это все было. Вспоминаю. 3 года назад многие из вас тут же были. На моем экране. Появилась другая. Поменяли только эту. И все. И продолжали врать, врать, врать. И вот я почему говорю. Сейчас мы говорим о среднестатистическом россиянине. С двойки на тройку. Биологию. Это надо еще женщины. Вот. Елена написала про Экодар. А это то же самое. Те же 3 месяца. И семечко вырастает дерево. Да. Вот. Внимание читаю. Это было на этом. На сайте. Там где. Там где. Как называется сайт. Ну типа караул лохотрон. Или тревога лохотрон. Что такое. Действительно лохотрон. Я в шоке. Какие бессовестные. Просто ужас. Выстрали черт знает что. Какие мини саженцы. О чем вы. Желаю уж от души. Вот. Почему не сбывается. Чтобы этой компанией всю оставшуюся жизнь. Была бы точно такая же подлость. И обман совсем. И чтобы все это вернулось. В большей степени. И обман. И подлость. Не нахожу слов. Даже как. Можно так. Бурить людей. Это самый нечестный сайт. Не связывайтесь. Ну вот. Я все что хочу сказать. Елена. А. Дорогая. Сестра или дочка. Кто ты мне бы. Приходилось. Ну скажи. Пожалуйста. Когда ты прочитала. Что через 3 месяца. У тебя будут черешни. И груши. Через 3. Еще и это. Окупаемость. 2 месяца. 2 месяца окупаемость. Ты чем думала. Я сейчас искал. У меня есть 3 учебника. Биологии. Один совсем старый. Другой это. А третий по которому сейчас дети учатся. Как там было написано. Помните. Я издевался. Авторы. Они подлецы. Последний учебник. Они просто передали. Из. Университетского курса. В школу. И там тысячи непереводимых. Незапоминаемых. Выражений. Это было ужас. А это. Довольно старый. Я сейчас просто покажу. Допустим. Вот это вот. Времена Елены. Допустим. Она медик. Внимание. Учебник написан на основе многолетнего опыта. Преподавания. Общей биологии. В средних медицинских учебных заведениях. Вы знаете какой у нас высокий уровень в медицинских учениях? А? Что сразу материться начинаете? Да помолчите. Не материтесь. Все знают какое. Вот. А чему учили? Цель формирования. Это. Для медиков. Это. Для медиков. Это. Для этих. То, что раньше называлось. Знаете как? Техникумы. Вот так называлось. Среднеспециально. Для. Лечебных. Санитарных. Фельдшеров. Фельдшеров. Лаборантов. Зубных врачей. Без этого ни один зубной врач ни одного зуба вылечить не мог. Пока вот это не прочитал. Да. Считать. Медсестер и так далее. А дальше здесь. Нарисованная обезьяна. Которая медленно. Но верно превращается в человека. Дальше здесь описывается как опалин. Придумал что мы из грязных луж. Путем превратились в этих самых в омек. А потом. Ой. И вот это все. И вы понимаете что интересно? А дальше пригодится. Потому что здесь есть. Как и называется. Лечебные травы. Вот. А я почитал про лечебные травы. А запомнить то невозможно. А на рисунках их потом не узнать никогда. Это все бесполезно. Это в лучшем случае. И их вот это все заставляли. А их там еще сколько? Четыре года по моему. И все это на полном серьезе. И как мы из обезьян превращались. А потом. Это еще. Специалисты. Которые обязаны нас лечить. А потом. Помните. Укол поставить не могут. Вот это. Есть то самое. Как Елена. Ты умудрилась. Закончить школу. А дело не к тебе. Я поверьте. Не стал бы говорить. Сегодня по телевизору. Все. Поймите. Мы же сейчас как. Все что нас учили. Все что внедряли. Бакалавриаты. Эти самые. Все это оказывается чепуха. Мы разучились учить детей. Программа никудышная. Дети ни хрена не знают. Возвращаемся к советским этим. Вот они советские. А Антон знает этот Путин. Все что вот сейчас ему. Это самое. Не только нам. Простым людям. А высшему руководству. Которое занимается другими делами. А тут школьная программа. Вот. А все кто учился в советской средней школе. Они забыли уже. Что вот это было. Ужас этот. Это непереводимый ужас. Который запомнишь. И ничего не. Все равно не знаешь. Ничего не умеешь. Вот она Елена. Вот. Вот. Через три месяца урожай. Вот. Вот. Все я высказал. Почему. Потому что сейчас опять. Эти самые. Эти идиотские названия. Как их. Колледжи опять назовут. Техникуми. От этого что программа. Они дай бог еще программу заставят переделать. А где они возьмут прежнюю программу. Вот она. Вот. Вот она. Грязная лужа. А парень. Слиплись. Все. А потом в обезьяну превратились. Ну. Я бы сказал. Почему. Это моя реакция на то что происходит сейчас. Сейчас. Приказано. Все забыть. Все сначала. Разгромить все что это. А что. В этих самых. В Англии. В Германии. Что мы. Это. Сейчас там. Прекрасная медицина. А что там. Программы хуже что ли. А не политическое это действие. Что мы теперь от всего открещемся. Мы сами. У нас была лучшая программа. Она и поэтому была лучшая. Вот. А потому что учили по-настоящему. Другое дело что. Везде в любой программе 90% то что знать не надо. Можно было бы это все. Заменить буквально на то что надо знать. Сколько же я говорю. Вот это же садоводство наше. Ну почему вы ходят из института и института и это. Академия ничего не умеет. Вот готовая программа. 224 вебинара. Готовая. Здесь уже несколько тысяч фотографий. Еще будут. Вот. И вот я говорю когда вот это вот. Экадары и вот эти вот их. Как их назвать то. Приемники. Вот они. За три месяца. И это. Через два месяца уже окупаются. То есть через два месяца уже плоды. Уже съели. А третий месяц уже в плюсе. То есть уже через два месяца уже плоды. А через третий месяц уже в плюсе. Уже лишние плоды. То есть вы уже торговать ими можете. Вот. И сейчас мне позвонил человек. Фамилию называть не буду. Он меня назвал. Возбудил во мне эти воспоминания. Говорит. А почему перестали дружить. А я не хочу подвести человека. Десколько лет назад. Фамилию называл громко. Вот. А потом посмотрел. Что он так же съехал. Опустился до этих. Дебильных саженцев. И вот он спросил меня. Я развел руками. Я не могу с ним дружить. Вот. За такие саженцы. А вот они. Комплект полукарлик и абрикосов. И тогда я объясняю. Впереди нормальная учеба. Итак. Ребята. Абрикосов есть страшный недостаток. Вот. Очень страшный. Очень недостаток. Итак. Я смотрю фильм. Мне. Ну. Немного. Два-три человека в Дагестане общаются. Да. Рассказывают про их заморозки. Проблемы. Тоже проблемы есть. Главное. Это горы. Так. И мне присылают фильм. Я таким удовольствием смотрел. А там огромные деревья. Абрикосовые. Не рушил старые. Ну. Там же все быстрее растет. Все-таки. Дагестан. И. Люди. Такого возраста. Лет 60. Плюс-минус. Залазят с ведрами. Вот. И. Они. Рискуя жизнью. В прямом смысле. Они. Собирают. Абрикосы. Да. Вот. А как быть нормальному человеку? У меня же 90% абрикосов. Портится. Я не скрываю этого. Я же не мешаю им расти. Абрикос такие есть. А как быть с мечтой человека. Который хочет. Иметь. Низкорослое. Если. Его. Во-первых. Подставляют как? Так. Помните. На предыдущем вебинаре было. Извините. Привитки на вишню. Вот. На бисею. На вишню-бисею. Вкуссальника вишня. А потом. Раз и нету. И так. Моим другом в том числе. Которого я называл другом. Я его называл другом. Он мне. Человек звонит. И говорит. А почему вы с ними не дружите? А я говорю. Потому что. Он продает. Ну. Мягко говоря. Поставляет людей. А у меня же принципы. Вот. И вот. Полукарликовый. Абрикос. Полукарликовый. Абрикос на абрикосе всегда огромное дерево. И. Тогда что? Спрашивает меня. Что вы тогда предлагаете? Да. На сливу. Но. Отдельное. Направление. Несколько поколений. То есть. С нуля не получается. Несколько поколений. Насыщение метром. Потом. Насыщение метром. Ну. Вы же все это знаете. Вы грамоты. Это чисто мои. Мичуринские. Мои. Эти. Как их назвать. Таким. Выражение. Вот. И тогда. Получается. Держанный рост. Там уже где-то. Более суровом месте. Потому что. Все равно. Передается качество. Вот. От слива. К абрикосу. Даже. Передается. В какой-то степени. Сопротивление. Сырости. Чтобы он не. Просто напросто. Не сгнил. Не покрывался. Поршой. У меня же. Поршины. Абрикосы. По моему. За. Все почти 40 лет. Я ведь. Ни разу. Не видел. Поршинки. А у нас. Извините. Всяко бывало. И такая сырость. И по справочнику. Сырость. Такая же. В Целябинске. Такая же. Я показывал. Эти. Таблицы. Как. Красноярске. Новосибирске. И у меня. Такая же сырость. Вот. Они не портятся. А. А. Порши. Нету. Ну. Что я могу сделать. А. В других местах. Эту работу. Никто не проводил. Значит. Что надо делать. Проводить. Вот. А здесь. Просто. Купили. Прижилось. Через 2-3 года. Мертвое. Костер. Нехорошо. Нехорошо. И. Вот. Получается. Что. Что. Такое. Закон. Вот. Когда. Здесь. Будет написано. Привит. На. Вишню. Бесея. Я. И. Тебе. Я. От. Мертвый. Эта.